На 100 тысяч! Ура! Тело человека как космический корабль. Вас туда посадили, без знаний, без инструкций. Кругом куча лампочек и кнопочек. Вы сидите и думаете, ну ничего, он как-то работает, мы куда-то летим. Посижу, не буду ничего трогать, дай бог все обойдется. Но тут вдруг, тут загорается лампочка, отсюда валит дым, сирена орет. А вы по-прежнему не знаете, что со всем этим делать. И тут самое плохое, это паника. Паника заставляет вас суетиться, жрать на все кнопки подряд, становятся еще хуже. И в итоге вы совсем отчаиваетесь. И вот представьте, если бы в этот момент на экране появилась женщина и сказала бы вам. Чтобы перестал идти дым, нажмите на зеленую кнопку сверху. Рычажок справа отключит сирену. Спокойно. Это штатная ситуация, всего лишь небольшая авария. Сейчас мы вместе все починим. Согласитесь, было бы неплохо. Вчера было ровно 5 месяцев с момента публикации первого видео на канале Я себя не знаю. Когда я начинала все это, я и сама не ожидала, что откликнутся и заинтересуется такое количество людей. Ведь правда обычно людям не очень нужна. Для меня действительно очень важно, что все вы здесь. И такое количество людей послушали меня. Спасибо вам за это. Пришло время познакомиться поближе. Сегодня я расскажу вам о себе, а потом о вас. В каждом ролике я не трачу время на долгие приветствия и перечисления моих регалий. И на доброго времени суток, уважаемые зрители, вы находитесь на моем YouTube-канале. Не потому, что вы неуважаемые зрители, и не потому, что я от вас что-то скрываю. Просто вы пришли сюда за полезной информацией, и я ценю ваше время. Кто я такая, мы каждый ролик пишем вот здесь. Меня зовут Светлана Проскурина, я физиолог, нейробиолог, кандидат биологических наук. 7 лет я преподавала физиологию студентам-медикам в университете. Физиология — это теоретическая основа медицины. Эта наука изучает все органы, ткани и клетки человека. А именно, как они работают. Мои студенты теперь уже стали интернами и врачами, и, возможно, в данный момент лечат вас. 12 лет я проработала в научной сфере, и этот опыт позволяет мне анализировать, извлекать и объяснять сложную специализированную информацию, взятую из научных статей, книг и учебников. В науке я занималась нейрофармакологией, изучением того, как разные вещества действуют на организм. Я прекрасно представляю себе весь процесс создания нового лекарства. От дизайна препарата до его получения и проверки для вывода на рынок в виде ваших таблеток. Потому что я сама была участником этого процесса. С учетом всего этого я рассказываю вам, как работает ваше тело, как работают различные органы и ткани, как на вас действуют лекарства и как именно они работают, и что происходит, когда вы заболеваете. Для подготовки каждого ролика я ищу самые свежие и проверенные способы, методы и рекомендации. Источниками служат различные научные журналы, как Рейновская библиотека исследований доказательной медицины, и рекомендации Всемирных организаций специалистов. Всемирная организация здравоохранения, Всемирная ассоциация гастроэнтерологов, Европейская ассоциация кардиологов и так далее. То есть эта информация, это не опыт одного или двух врачей. Это не результат исследований на 100 или 200 пациентов. Нет, это опыт сотен специалистов и результат исследований на тысячах и сотнях тысяч людей. Вы никогда не найдете у меня на канале какой-то уникальной информации, которой больше нет нигде. Потому что если ее нет нигде, значит ее никто не проверял. А такое нам не годится. Что я здесь делаю, это объясняю простыми словами всю эту сложную специализированную информацию. Так, чтобы вы могли ее применить в реальной жизни. Многие пишут в комментариях, что я хорошо объясняю, а врачи в поликлиниках так не объясняют. Ну, во-первых, врачи учили лечить вас, а не учить. Это разные задачи. Ко мне вы приходите учиться, получать информацию о том, что с вами происходит. А к врачу вы идете лечить свое заболевание. Во-вторых, среднее время приема у врача это 15 минут. За это время он должен вас опросить, осмотреть, дать направление на анализы, проанализировать анализы. Дать рецепты, рекомендации и заполнить огромное количество документов. 15 минут для этого маловато. Времени на подробное объяснение сути вашей болезни и необходимость соблюдать рекомендации просто не остается. В-третьих, врачей становится все меньше. Эта проблема касается не какой-то отдельной страны. Такая ситуация во всем мире, во всех странах. В мире не хватает 43 миллионов врачей. У врачей и младшего медперсонала постоянные переработки, перегрузки, профессиональное выгорание. Многие уходят из профессии по причине физического самочувствия или психического. Более того, у многих существует страх за свою жизнь и жизнь своих близких. Ведь очень много профессиональных рисков. Допустим, если вы работаете продавцом в магазине, то какие у вас профессиональные риски? Ну, наверное, вас могут ограбить, но вероятность этого очень низкая. Еще, допустим, на складе на вас может что-то упасть. А врач, который все время контактирует с больными, инфицированными людьми, постоянно находится в опасности? Еще хуже то, что ты можешь принести заболевание в свой дом, и пострадают твои родные и близкие. В этом случае врачам обычно вменяют, это же их призвание, а не работа. Хочется переиначить слова шекспирского фольстафа. А может ли призвание приставить мне ногу? Нет. Или руку? Нет. Или унять боль от раны? Нет. Выходит, что призвание плохой хирург? Безусловно. Более того, семью призвание тоже не всегда помогает прокормить. Все это приводит к тому, что специалистов просто не хватает. Поэтому вы можете очень здорово помочь. Причем не только врачам, а в первую очередь себе. К сожалению, лечение через интернет, на мой взгляд, пока что, лежит в области шарлатанства и мошенничества. Я не могу излечить вас через экран, но я могу научить вас, дать вам информацию, которой вы сможете пользоваться, чтобы улучшить свое здоровье. Я ученый и преподаватель, и здесь я учу и преподаю. Я выучила порядка 6000 будущих медиков, а сейчас я обучаю вас, чтобы вы нашли с ними общий язык. Эта информация и этот блок не альтернатива вашему лечению и действиям вашего врача. Это дополнение к ним, чтобы ускорить ваше выздоровление. Ведь чем лучше вы себя знаете, тем больше вы можете в этом помочь, и тем меньше вы себе вредите. Кстати, о вас. Что я знаю о вас. За пять месяцев с существованием проекта «Я себя не знаю» мои видео посмотрели более трех с половиной миллионов раз. Более 100 тысяч человек подписались, выразив желание, видимо, увидеть и послушать меня еще раз. Сейчас перед экранами зрители из 72 стран. И больше всего их из России, Украины, Белоруссии, Германии, США, Казахстана и Киргизии. И всем остальным тоже большой привет. Основная часть — это женщины. Это понятно, они больше обычно заботятся о своем здоровье. Однако каждый четвертый — это мужчина. И я очень рада здесь вас видеть. Вы уже сделали первый шаг на пути к здоровью. Но для меня все вы — это не просто цифры на экране. Когда я записываю видео, я всегда представляю себе аудиторию с живыми людьми, а не просто камеру напротив меня. Например, свою маму. Мам, привет! Все вы разные. Кто-то доверяет мне, кто-то нет. Кто-то пришел сюда в первый раз, а кто-то смотрит мои видео уже давно. Кому-то я нравлюсь, кому-то не очень. И все это абсолютно нормально. У меня нет цели ни запугать вас, ни продать вам очередную чудо-таблетку или БАД, ни воевать с вашими убеждениями. Цель только одна — дать вам знания, которые есть у меня. Приходите и берите. Я рада всем. И то, что вы пришли сюда меня послушать, это уже огромный прорыв. Вы уже сделали большой шаг на пути к лучшему самочувствию, к большей осознанности и к лучшему качеству жизни. В каждом видео, кроме непосредственных методов лечения, я всегда даю немножко теории. Чтобы у вас потихонечку формировалось представление о том, как работает ваш организм. Это какая-то потрясающая, идеальная, слаженная система, которой иногда нужно только немножко помочь. И помогать нужно не с позиции ненависти. Хватит ненависти к себе. Не как со старым телевизором «Хряюсь, давай работай». Нет. Помогать нужно с позиции любви и заботы. Как о своем лучшем друге. Как о близком родственнике. Так же о своем теле. У нас нет ничего, кроме нашего тела. Это единственный наш настоящий дом. Единственное вместилище нашего разума, мыслей, желаний и всего остального. Если у вас в доме завелись тараканы, вы же не сжигаете дом. Вы выводите тараканы. А дом любите. Так же надо любить и свое тело. Зачем вам эти знания? Если вы покупаете машину, вам нужно хотя бы немножко разбираться в машинах, чтобы вам не подсунули хлам. Если вы покупаете фрукты или овощи на рынке, вы должны понимать, как выглядит хороший огурец или вкусное яблоко, чтобы купить хорошие фрукты. Так же и со здоровьем. Если вы получаете какую-то медицинскую услугу, какой-то сервис, но вы абсолютно ничего не знаете ни о своем теле, ни о том, как работают лекарства. Как же вы сможете выбрать хорошее? Понять то, что вот это хорошо для вас, а вот это плохо. Большинство знают о своем теле, уроков биологии, от которых осталось не так уж и много информации обычно в голове, небольшого количества информации из рекламы каких-то лекарственных средств и чуть-чуть от врачей. Когда вы заболеваете чем-то, вы начинаете больше знать о своей болезни. Но опять же, обычно эта информация обрывочная, неполная. Из-за этого рождается паника, из-за этого вы начинаете действовать хаотично и только вредите себе. Например, вы не понимаете то, что все органы и системы взаимосвязаны и как именно они взаимосвязаны. Из-за этого, если неправильно лечить один орган, то можно просто уничтожить все остальные. Вы не станете врачом после моих видео, но вы станете куда более осознанным пациентом. И будете не объектом лечения, а полноценным компаньоном вашему лечащему врачу, который тоже со своей стороны делает верные усилия, чтобы прийти как можно быстрее к выздоровлению. Я очень ценю вашу поддержку. Сейчас на начальном этапе она особенно важна. Спасибо вам, что вы подписываетесь, что вы смотрите ролики. Спасибо вам, что вы делитесь этими роликами со своими друзьями и знакомыми. Спасибо, что рассказываете информацию, которую получаете здесь, вашим детям и внукам. Потому что пока они молоды, у них есть время и возможность предотвратить многие проблемы в будущем. Я себя не знаю, это только первый из моих образовательных проектов. И вскоре, я надеюсь, мы познакомим вас и с остальными. Спасибо тем, кто решил стать спонсором и поддержать канал. Ваша поддержка позволяет работать дальше и не сдаваться. Спасибо за то, что вы нашли меня и уделяете мне свое время. И спасибо, что вы нашли в себе силы научиться новому, раздобыть правдивую информацию и с ее помощью изменить свою жизнь. Значит, все не зря. Я уверена, что вместе у нас все получится. Будьте здоровее и до следующих видео. Наши дорогие мамы, мы вас так любим. Спасибо вам за поддержку от всей нашей маленькой команды. Вы можете поддержать работу канала любой суммой, перейдя по ссылкам в описании к этому видео. Также на главной странице канала есть кнопочка «Поддержать канал». «Поддержать канал»